Думская ТВ работает в прямом эфире. Информационные итоги среды подведут наши корреспонденты. Организация Объединенных Наций признала Россию оккупантом, а Крым оккупированной территорией. Об этом во вторник вечером сообщило постоянное представительство Украины в ООН. Украинский проект поддержали 73 страны, 23 проголосовали против. Среди них Россия и Беларусь. О том, что это может дать Украине, высказались нардепы. Сегодня отстаивать свои национальные интересы. И тогда любая инстанция, любая страна будет уважать международный суд. Слава Богу, что это решение есть. Это еще один шаг в том борьбе, который ведет дипломатический фронт Украины во главе с президентом. И это правильный, полезный и нужный для Украины шаг. В государственной фискальной службе назначили временного руководителя Одесской таможни. Им стал директор Департамента организации таможенного контроля Алексей Василенко. Об этом заявил глава государственной фискальной службы Роман Насиров, передает громадки. По словам Насирова, новый руководитель Одесской таможни будет избран в январе 2017 года на прозрачном конкурсе. Долг Одесского припортового завода за топливо перед предприятием «Нафтогаз» уже вырос до 530 миллионов гривен. Ранее Кабинет министров решил учитывать вопрос погашения долга в условиях приватизации государственного пакета акций. Напомню, в ночь на 11 августа ОПЗ остановил работу из-за резкого снижения давления при подаче на предприятия природного газа. Авария на Преображенской. Один из участников смертельного ДТП сдался полиции. 22-летнего парня задержали и сейчас допрашивают как свидетеля. Все это время он скрывался в Одесской области. Сейчас полицией проводятся следственные действия для выяснения местонахождения водителя автомобиля БМВ. Напомню, 26 октября на пересечении улиц Преображенская и Большая Арнаутская произошла смертельная авария по вине автогонщиков. БМВ врезался в Москвич и травмировал прохожих. В результате два человека погибли, четырех госпитализировали. По данным сайта Думская.нет, водитель БМВ находится в Российской Федерации в Грозном, но у полиции нет официального подтверждения, что он покидал территорию Украины. С официальных источников мы получили, что данный человек границу не пересекал, то есть находится на территории Украины. В связи с чем, поиски его продолжаются. Он объявлен межгосударственный и межнародный розыск. Напомню, имена виновных были известны почти сразу. Их водительские права нашли в машине в ночь аварии. Одесский областной совет обвинил начальника департамента здравоохранения Татьяну Кривую в срыве финансирования медучреждений. В частности, еще 20 октября областной совет выделил 18 миллионов гривен на обеспечение машин скорой помощи горюче-смазочными материалами. Однако департамент здравоохранения, который возглавляет Татьяна Кривая, деньги на соответствующие нужды так и не распределил. Об этом студии Думской ТВ заявил глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский. Наша с вами судьба жителей Одессы и Одесской области зависит только от одного розчерка пера руководителя департамента здравоохранения. Татьяны Кривой. Татьяны Кривой. И она может всех нас привести к катастрофе. Напомню, из-за недофинансирования в больницах Одесской области сложилась критическая ситуация. В свою очередь Татьяна Кривая называет все обвинения надуманными. Антолий Игоревич забыл упомянуть и рассказать о важном. Те изменения, которые были проголосованы депутатами, это не дополнительное выделение бензина для скорой помощи, а это уменьшение расходов на гемодиализм на 5 миллионов и уменьшение расходов на зарплату врачам в декабре на 9,7 миллионов. Суд обязал банки предоставить документы по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу. Кроме того, в зале заседаний должны будут появиться уполномоченные представители двух финучреждений. Это необходимо для того, чтобы подтвердить или опровергнуть поступление около полумиллиарда долларов кредита. Уже 1 декабря пройдет следующее заседание, на котором суд рассмотрит выписки по валютным счетам НПЗ. Мы думаем, что банки не смогут подтвердить надходление этих денег, оскільки никаких других доказательств не было. До вкола этих выпусков мы уже точим весь спир против, напевно, уже трех месяцев только в суде апелляционной инстанции. Налоговые инспекции и арбитражные управляющие предприятия выступили на стороне апелляции. Первая инстанция признала задолженность предприятия перед двумя кипрскими фирмами. Обе компании связывают со скандальным олигархом Сергеем Курченко. Это решение оспаривают другие кредиторы, задолженность перед которыми на порядок меньше. Они могут остаться ни с чем, а вот представители компании «Эпсон Лимитед» уверяют, заемные средства частично пошли на погашение других кредитов, но большую часть вложили в развитие НПЗ. Завод в том виде, которым он достался компании «Лукойл», был неконкурентно способен. Большинство денег было потрачено именно на модернизацию. И в дальнейшем, после 2010 года, в том числе и вот эти деньги, на обслуживание вот этого дорогостоящего оборудования. Напомню, ранее в отношении судьи Зеленова, который принимал решение в суде первой инстанции, было открыто уголовное производство после депутатского запроса Алексея Гончаренко. И это все новости на сегодня. Завтра информационный день стартует в 15.00. Ведущие студии Елена Еремеева и Никита Тарола будут обсуждать с гостями самые актуальные темы Украины и региона. Хорошего вам вечера в компании Думской ТВ. С нами всегда интересно. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.